Автомобиль сделал пространство подвластным человеку, но забрал у него время. Столько времени в дороге ежедневно без машин люди не проводили. Дальний бой на заре автомобилизации был подвигом и новостным поводом. Изначально в автомобилях ведь как не было ни окон, ни крыши. Все это у нас уже появилось, чтобы не ездить в перчатках и в очках. У нас теперь руль с обогревом, подогрев сидений и в наших повседневных автомобилях. Мы можем открывать-закрывать шторки, люки, настраивать сидения с помощью обычного планшета. Процесс, о котором говорил автомобильный эксперт, по мнению опытных интерьерных дизайнеров, начался задолго до появления автомобиля. Начинают там с качельников, которые в Киеве создавали кибитки, да, и в них жили, они передвигались. Человек полюбил автомобиль как средство передвижения. Люди создают жилище в автомобиле. Те, кто воплощает проекты дизайнеров, считают, что дом в дороге – мужская идея. Скорее, они пытаются создать дом из своего автомобиля, нежели взять что-то из дома к себе в автомобиль. Больше реализации человек и мужчина получают в машине, потому что дома уют и комфорт все-таки создает женщина. Чаще всего женщины устраивают серийные решения. Очень редко среди наших клиентов, потенциальных женщин. Зато женщины есть среди мастеров, переделывающих автомобильный комфорт в домашний уют. Кайф в том, что ты делаешь изделия большого масштаба. Это целое явление, потому что человек в автомобиле находится зачастую там больше, чем 6 часов. И делать для человека это пространство комфортным – это очень здорово. В какой-то момент некоторые автомобили оказались комфортнее и красивее иных жилых помещений. И пошел процесс обратного влияния. Сознание находится с постоянным влиянием интерьера салона автомобиля. Есть стремление перенести такое же качество и в интерьер жилой. Причем это требования чаще всего неосознанные. Он не может сформулировать, почему он хочет так. Николай Москаев смог это сформулировать, потому что сам стал водителем лишь 6 лет назад. И прочувствовал влияние автомобиля на собственный подход к творчеству. Это влияние, оно не навязчивое, оно не агрессивное. Оно просто заставляет человека смотреть на мир другими глазами. Другими – значит, прежде всего, более внимательными. Непременно продумываю сейчас освещение там, очень близко к автомобильному, к примеру. Подсветки самые разные использую во многих случаях. Именно благодаря автомобилю. До этого я считал это все ненужным. Автомобиль сам подает дизайнеру идеи. Своей формой, своими эгономическими и функциональными удобствами. Именно вот эти моменты могли натолкнуть меня на решение там в интерьере создать нечто подобное. Если интерьерный дизайнер берет из автомобиля в жилище отдельные идеи, то автомобильный просто строит помещение, как салон авто. Пининфорина перенес материалы из мобильной промышленности в жизнь, в кухне. Эти материалы привлекательны для кухонной мебели. Они легко моются, долговечны, легко монтируются и красиво выглядят. Это углепластик, различные лаки, металлы. Вместе с материалами на кухню вторглись и автомобильные принципы проектирования. Мы в машине сидим, до всего дотягиваемся на состояние вытянутой руки. И здесь кухня тоже, которая идет, окружает. Она очень удобна тем, что хозяйка спокойно работает на кухне, все под рукой. И кроме этого она еще общается с родными, с гостями. То есть она получается как за столом находится, а не как обычно, если кухня стоит вдоль стены. Автомобильные решения применяются и к отдельным предметам. Для каждого человека комфорт значит свое нечто. Для кого-то это эргономическая составляющая. То есть кому-то нравится, чтобы сидения были с поддержкой спины, с поддержкой боковой части. Опыт изменения эргономики сидения автомобиля я перенесла на компьютерное кресло. Человек много часов так же сидит за компьютером, работает. Автомобильные эксперты уверены, что подобный подход стал основным. Современная квартира уже очень похожа на автомобиль. Климат-контроль также там присутствует, теплые полы. Она напичкана электроникой. Все, что автомобиль получил из дома, он вернул в модифицированном виде. Он повлиял своей формой, минимализмом своим. Вот основное влияние автомобиля. Для автомобиля пришлось создавать такие элементы, которые бы выполняли свою функцию, допустим, освещали салон, и тоже были минимальных размеров. Как только выяснилось, что все домашние удобства вполне умещаются в одном автомобиле, и дома они у нас стали более компактные. Исчезли какие-то огромные обогреватели, рефлекторы. Люстры стали намного меньше. Мебель даже в целом стала меньше намного, чем была раньше. Ряд других технических решений переносится из авто в жилье почти без изменений. Это связано и с автозвуком, который перетекает в домашние кинотеатры. В автомобиле подсвечены большинство кнопок-переключателей. И подобные же решения применяются дома, когда ты в темном помещении пытаешься найти выключатель. Недавно автокультура показала, как автомобиль перекроил пространство городов и изменил внешний вид зданий. Их внутреннее содержание, как выяснилось, изменено автомобилем не меньше. Снимая истории об автомобильном народе, мы видели разные рабочие места. Каждая из них характеризовала хозяина определенным образом. Стол нынешнего героя пуст и чист. Сразу стало понятно, что мы встретимся с особенным человеком. Он даже в списке сотрудников не значится под своим именем. НФЗ – это сокращение коммерческих автомобилей с немецкого языка. Участок очень особенный, очень своеобразный, интересный, требующий более глубоких технических знаний, большего понимания, что такое автомобиль. Еще менеджером Максим Подгорный запомнил, что продавать коммерческие машины труднее всего. Раньше это был большой отдел, состоящий из своего руководителя отдельного зама, нескольких менеджеров. Ввиду кризиса пришлось, скажем так, сократиться. Отдел отдали управление. Практически всей задачей при этом занимается один человек – Александр Команов. Трудно представить, что на чистом столе нашего героя умещается работа пяти человек. Я не люблю беспорядок. Считаю, что рабочее место, конечно, может быть не полностью показатель. Порядка в голове или что-нибудь. Приятнее же смотреть, когда нет кучи бумаг. Бумага для Александра – явление почти полностью устаревшее. Бывает, лист сюда кладу, чтобы какие-то записи делать. Ежедневник, ну, использую, редко не люблю. Сейчас уже технологии такие, что можно без ежедневника обойтись. Ну, память, наверное, еще не подводит. Ничего не забываю. Если что-то серьезное, то там запишу в телефон или на почту. В компьютере есть файлик специальный, где там дела на день. Дела на день постоянно меняются, половина дел на жизнь уже сделана. Женился, поэтому основное сделано. Осталось там дом построить, дерево посадить. Хотя я уже построил, в новом районе живу, там насажали с женой деревьев. Елки, хвойные любим. Яблони три посадили, вишню посадили. Но защитником природы Александр себя не считает. Скорее наоборот. Я машины продаю, я экологию не защищаю. Чистый стол Александра – не только проявление любви к порядку. Это метафора его жизни, в которой он не раз сам решал начать с чистого листа. Нужно было свою учебу оплачивать мне самому. Я устроился параллельно с учебой работать. Устроился в спортивный магазин работать. Работал там продавцом и дослужился до должности заместителя директора. Тут закончилась учеба, и наш герой решил стать ближе к автомобилям. Я хотел устроиться, работать достаточно долго, чтобы добиться какого-то карьерного роста, потому что мне это важно. У меня дед на заводе автомобильных запчастей на очень высокой должности доработал. И мне это было чисто по семейным стопам пойти. Но когда предложили повышение, Александр снова решил очистить стол. Людей не люблю обманывать в плане выдачи автомобиля. Но это не мое. Я если говорю там, то говорю с запасным, чтобы перед людьми потом было не стыдно. Понимал, что уже все, скоро будет тяжело у них с выдачами автомобиля, мягко говоря. Поэтому написал заявление. Несмотря на то, что мне там предлагали должность уже управляющую, я отказался. И начал все с нуля. И взялся за автомобили покрупнее. Ведь они дали Александру возможность применить то, чему его научил первый автомобиль. В 19 лет взял денег в долг, тысячу долларов. Купил на это у знакомого якобы отличную девятку реэкспортную. У друга там был бокс, который мастер спорта по автомногоборию у меня. У него был бокс. Мы вечерами, я ему звонил. Это нас еще больше сблизило. Мы свои машины. Он свою спортивную, а я свою обычную. Ковыряли там до поздней ночи. Грязные выезжали, ну довольные. Ну, первый автомобиль. С тех пор Александр может сказать, что разбирается в машинах. Люблю вдаваться в подробности. То есть, как работает, чтобы... Ну, не только для клиентов, а для себя еще знать. Потому что, если мне какой-то клиент вопрос задаст, я не смогу на него ответить. Ну, мне это не очень нравится. А вопросов Александру задают много. Такой уж сегмент рынка. Подход к этому у людей более прагматичный. Они больше сравнивают, они считают деньги. Все-таки эти автомобили недешевые. Проводишь переговоры постоянно, обсуждаешь комплектацию. Очень много вариантов по опциям на этих машинах. Это не легковые автомобили, где все проще. В этих долгих переговорах у продавца и покупателя успевают сложиться отношения. Они приводят кого-то, да, и тебе потом звонят. Говорят, вот у меня есть человек, позвони там. Либо вот звонит новый клиент, говорит, я такого вот человека, которого вы продавали. В легковых автомобилях у меня это было 50%. В коммерческих автомобилях здесь порядка 75, наверное, процентов. Наш герой может показаться сказочно правильным, самостоятельным, с безошибочным планом на каждый день и случай. Но не раз приходилось учиться на своих ошибках. Ошибки в жизни, да, конечно. Когда занимался футболом, понимал, что у меня что-то с коленом не то. Ошибка, которая стоила мне, во-первых, здоровья, а во-вторых, наверное, какой-никакой карьеры футбольной. Неправильное решение лично мое, плюс я ни с кем не консультировался по этому вопросу, да. Вот, да, я вот об этом жалею. Конец футбольной карьеры позволил вернуться к детской мечте. Автомногоборье. Это вид автоспорта, где вот конусы объезжаешь, фишки такие задним ходом нужно очень быстро ехать, не только вперед, но и назад. На таких соревнованиях ты чувство автомобиля получаешь сильное, понимаешь, где там у него край, плюс именно рулежка. Вот у техника руления очень отрабатывается хорошо. Однако не это сделало езду Александра безопаснее. Когда не занимаешься никаким автомобильным спортом, даже если ты аккуратно ездишь, у тебя все, ну, подсознательно хочется здесь ускориться, там быстрее поворот пройти. Когда ты жажду соревновательную вот эту утоляешь, то и не хочется в городе совершенно носиться, кого-то обгонять. Хочется Александру путешествовать и именно на автомобилях. Я куда не выезжаю, везде автомобиль беру. Мне так нравится путешествовать, много видишь всего. Если захотел, остановился, не захотел, дальше поехал. Останавливается Александр там, где интересно, а возвращается к людям, которые ему нравятся. Как можно отличить Петербург? Вежливость, о чем мы уже говорили. Реально, вот те, кто из Санкт-Петербурга, они вежливые. Добрее, чем другие. Любовь к красоте, к архитектуре, к искусству, наверное, прививает этот город. И в места, где тихо. Летний сад, дорог, вся набережная, да весь город. Центр города исторический, очень дорог. Люблю гулять здесь. Вот эта набережная дорога тем, что здесь всегда тихо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова